В Центральном парке Люберец прошел пасхальный фестиваль. Уже во второй раз городской округ принимают у себя представители всех благочинений Подольской епархии. Праздник включил в себя мастер-классы, выставки и концерт. С подробностями Луиза Егезарян. Несмотря на то, что Великую Пасху отметили месяц назад, радостные ликования звучат до сих пор. Церковное празднование Воскресения Христова продолжается 40 дней. И пасхальный фестиваль – еще один повод поздравить православных с этим светлым событием. Вера – это все, что у нас есть. Это основа основ, основа государства, основа семьи, основа каждого человека. Потому что человек верующий, человек искренне верующий никогда не сделает ничего плохого. Поэтому я желаю всем верить, всем, конечно же, здоровья, хорошего сегодня настроения, всех с праздником. От имени архиепископа Подольского и Люберецкого аксия гостей праздника поприветствовал секретарь Подольского епархиального управления Иерей Константин Семенов. Христос Воскресе! Боистос Воскресе! В светлое пасхальное время по уже сложившейся традиции мы вновь собрались на гостеприимной Люберецкой земле на второй пасхальный фестиваль Подольской епархии. Отрадно, что его участниками год от года становятся молодые ребята, талантливые юноши и девушки. На главной сцене фестиваля действительно выступали в основном молодые таланты. Это детские хоровые коллективы, воспитанники воскресных школ, учреждений дополнительного образования и театральных студий. Прекрасный фестиваль. Детки готовились, очень стараются, выступают. Видно, что они нервничают, переживают. И, конечно, приходится их поддерживать и громче аплодировать. Атмосфера праздника царила во всем парке. Представители всех девяти благочиней Подольской епархии проводили различные мастер-классы для детей. Я из храма Рождества Христова. Это видновская благочина. Мы сегодня делаем декоративные веточки из проволоки и лака и из проволоки и бисера. Очень активно им нравится. Я довольна таким результатом. Всех все получается. Все молодцы. Всем желающим предлагали обучиться мастерству плетения из лозы, стрельбы из лука, а также гончарному и кузнечному делу. Каждый гость пасхального фестиваля мог попробовать себя в роли звонаря.